Дорогие друзья, я в отличие от всех, кто сидит сегодня в президиуме, доклад никакой не готовил, но было бы странно идти домой с докладом, наверное, это как-то несерьезно. Я нахожусь в родных стенах, всегда очень рад, когда удается меня посетить. Родной для меня, я 16 лет моей жизни провел в нашем с вами университете. Так сложилось, что несмотря на свой достаточно относительно молодой возраст, на кафедру Игоря Созловича я перешел уже в разряд старших в свое время, но тем не менее. Хочу сказать не про цифры, не про специальности, не про сложности, все вы скоро увидите сами, я буду по студентам, когда столкнуетесь. Хочу сказать нестолкоснов про ВМФ, про нас, которые закончили ВМФ в разное время, не важно, какой факультет. А вот то, о чем говорил наш уважаемый депутат Сергей Михайлович, то, о чем говорил Николай Юрьевич, Сергей Александрович, о том, что сейчас и сложности из бюджета, и с наполнением его, и как следствие это будет сложности с трудоустройством. Естественно, что не секрет, в ВМФ всегда была признанца кадров для обороны промышленности, ни для кого не секрет, что гособоронзаказ заканчивается в 2020 году. И кто сейчас учится на первом-втором курсе, к моменту своему выпуска, как раз попадут под сокращение вот того самого промышленности заказа. Естественно, что люди, которые сейчас работают в этих предприятиях, вот Сергей говорил про Малахитов, Рубин, где действительно высокие зарплаты, они привыкли получать по 100 тысячам. И естественно, предприятие будет бороться за сохранение этого уровня заработной платы. А каким образом нужно бороться? Сохращение рабочих мест, естественно. И поэтому, вот те, кто сейчас на первом-втором курсе, нужно быть готовым к тому, что борьба за трудоустройство, она будет очень жесткой. И возвращаясь к нам, военвергальцам. Вот когда, перед тем, как мы вошли в эту аудиторию, мы были в музее, где нам акцентировали наше внимание, уважаемые наши экскурсоводы, на том, что когда создавалось предприятие, в крупных советских временах, выпускником военверга, он всегда старался приглашать на работу военвергцев. Своих, так сказать, земляков по учебному заведению. Потому что военверг – это большая редкость для высшего учебного заведения. Я работал во многих вузах, и это практически нигде больше не встречается. Что военверг – это всегда братство. Это всегда чувство лодки. Что военверг, военверг – это друг, товарищ и брат, как говорится. И поэтому нам всегда, неважно в каком году мы закончили, мы всегда должны держаться вместе. Вот Сергей, я хочу обратить внимание, он так, честно говоря, мы рассчитывали, что Сергей Александрович нам побольше расскажет про средств работающей молодежи. Это уникальная структура у нас в городе. Это созданная для кабинета по молодежной политике Пвердбург и объединяет молодых ребят, которые занимаются организационной деятельностью на предприятиях, с большинства крупнейших предприятий. И Рубины, и Малахиты, и Кировский завод, и там, где по 100 тысяч, все присутствуют в этом совете работающей молодежи. Не буду обещать, что он всех трудоустроит, но это была бы группа. Но то, что он всем обратившимся в ЭМ-метасов постарается помочь с практикой, а выбор предприятий не договорит. Вот, пожалуйста, не поленитесь, возьмите у него телефон, вступите в группу ВКонтакте, где есть группа ВКонтакте, где переодетесь, где инициативно ребята уже публикуют потребности в Акайселе. Это переодет для молодых специалистов. А также рекомендую, смотрите. Вот поэтому всем удачи и успехов. Это не секрет, что ВКонтакте лучше всех и таких будет. Спасибо.